Этот закон о том, что пенсионеры будут получать 13 тысяч рублей в месяц, позор, противно просто. Если вы стоите, то сядьте, если вы сидитесь, то возьмитесь, пожалуйста, покрепче за ваши стулья, потому что в месяц она получает 932 тысячи рублей, то есть фактически по миллиону каждый месяц. А вам предлагают жить на 13 тысяч. Но однажды, наверное, случится будет. В городе Москве большое внимание уделяется социальной поддержке граждан старшего поколения, которая включает в себя не только льготы, но и гарантированные выплаты, а также адресную социальную помощь. Сегодня вашему вниманию представлен проект закона города Москвы, которым предусматривает установление на 2021 год величины прожиточного минимума пенсионера в размере 12 тысяч 809 рублей. А также поправка редактора к данному проекту по изменению этой величины на 13 тысяч 396 рублей. Значит, один вопрос. Ольга Евгеньевна, вы смогли бы прожить на 13,5 тысяч рублей в месяц? Да, смогла бы. Второй вопрос. Скажите, пожалуйста, на что тогда тратят свои доходы такие депутаты, как, например, Батышева, 800 тысяч рублей в месяц, если можно прожить на 13,5 тысяч? Ольга Евгеньевна, вопрос не имеет отношения к повестке дня. Елена Анатольевна, второй вопрос, пожалуйста. Ольга Евгеньевна ответила, 13,5 тысяч, она могла бы прожить. И я задаю второй вопрос. На что тогда тратят свои доходы депутаты, которые получают по 800 тысяч в месяц? Ну, например, как Батышева, или 2 миллиона, как мы тратят. На что тогда они тратят, если, как вы говорите, вы могли бы прожить на 13,5 тысяч рублей? Спасибо, Елена Анатольевна. Ольга Евгеньевна, вопрос не имеет отношения к повестке дня. Да, уважаемые коллеги, я на что обратил внимание, когда мы обсуждали наши вопросы? Очень уклончивая реакция на доходы, на вопрос, как можно выживать на эту сумму. И я ради любопытства залез на сайт Департамента труда и соцзащиты, посмотрел врачу Ольги Евгеньевны, которая утверждает нам, что пенсионеры отлично могут выживать на эти 12 тысяч, и она готова выживать на 12 тысяч. Годовой доход за прошлый год 11 миллионов рублей, 194 тысячи, 455 рублей, 80 копеек. Это пенсия пенсионера больше, чем за 70 лет, при той сумме, которую нам предлагают. И теперь понятно, откуда взяты Toyota Land Cruiser, BMW Mini Cooper, Mercedes у супруга. Там вопросов нет. И вопросов нет, что на доход годовой в 11 миллионов рублей можно выживать. Но меня совершенно убивает, когда люди с годовым доходом в 70-летнюю пенсию нашего пенсионера рассуждают, как легко жить на, соответственно, 12 тысяч рублей. Я считаю, что абсолютно издевательское отношение к нашим пенсионерам. И нужно все-таки решать вопрос о том, чтобы Департамент труда и социальной защиты чуть-чуть меньше защищал права и интересы руководителей Департамента и чуть-чуть больше защищал интересы тех, кого должен защищать, пенсионеров наших. Спасибо. Да, конечно, после ответа Ольги Евгеньевны Крачевой на мой вопрос относительно того, смогла ли бы она прожить на 13,5 тысяч рублей в месяц, что да, конечно, смогла бы. Ну, понятно, понятно, естественно, что у каждого возникает желание моментально заглянуть на сайт Департамента и посмотреть, какой же доход у первого заместителя, руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. И тут же нам открывается великолепная картина. Вы думаете, что там написано, что доход 13,5 тысяч рублей в месяц? Ничего подобного. Доход 11 миллионов 194 тысячи рублей в год. Граждане, дорогие мои москвичи, которые сидят сейчас у экранов своих компьютеров, пожалуйста, если вы стоите, то сядьте, если вы сидитесь, то возьмитесь, пожалуйста, покрепче за ваши стулья, потому что в месяц первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения, которая предлагает вам, уважаемые москвичи, жить на 13 тысяч рублей, она получает 932 тысячи рублей, то есть фактически по миллиону каждый месяц. А вам предлагают жить на 13 тысяч. Но, как сообщила нам Татьяна Тимофеевна Батышева на прошлом заседании, это, оказывается, происходит потому, дорогие мои друзья, что вы, например, работаете в тоннелях московского метро или в школах преподаваете детям или в ковидных больницах, работаете, оказывается, по их мнению, плохо. А вот они, сидя в своих начальственных креслах, работают прекрасно, и поэтому им платят по миллиону рублей в месяц. А вас, господа, будут сажать в тюрьмы, будут отправлять в психушки, будут лупить дубинками и сажать на 13 тысяч, потому что, как они считают, вы плохо работаете. Форменный кошмар! Что творится в городе Москва? Объясните, пожалуйста, людям, чтобы они хоть немножко вообще поняли, до каких пределов может распространяться этот ужас, который вы организовали в воскречении? Министерство финансов предложило увеличить расходы на деятельность президента и его администрации в 2021 году на 88 миллионов рублей. Итого получится 14 миллиардов и 280 миллионов. А Министерство труда предлагает увеличить прожиточный минимум пенсионера на 918 рублей. На одного человека и так шикующего добавить 88 миллионов, а всем остальным по 918 рублей. Ни в чём себе не отказывайте, пенсионеры. Курсы валют у нас сегодня доллара 77 рублей, евро 90. Стабильно, однако, у нас почти всё импортное. Цены растут на всё, на продукты, на лекарства, на вещи, на технику. Даже на бензин, причём не важно, уменьшается цена на нефть или увеличивается. Цены на бензин растут стабильно, всегда. На коммуналку, услуги, всё выше и выше. Почти половина пенсии у пенсионера уходит на коммуналку. Из вот этих вот мизерных, смешных 13 тысяч рублей почти половина на коммуналку, а на оставшиеся кофейки как жизнь. Эти 918 рублей выглядят просто циничной, какой-то невероятной насмешкой. И ситуация на самом деле возмутительная, потому что вот такие вот чиновники, как докладчик, простой чиновник с доходом по 11 миллионов рублей в год. Это почти по миллиону рублей в месяц. Предлагают пенсионерам жить на 13 496 рублей. А утверждают такие суммы, но сейчас будут депутаты от Единой России, у некоторых из которых доход по 2 миллиарда рублей в год. Это 162 миллиона рублей в месяц. И тех мало. Надо ещё 2 600 припрятать на каком-нибудь тендере. Докладчик с таким трудом пыталась не рассмеяться, когда депутаты озвучивали её задекларированные доходы. Скрыть улыбку не выходило, поэтому пришлось спрятаться за масочку. Может быть, вы, чиновники, на своих местах, получающие такую большую зарплату, всё-таки пересмотрите политику государства в отношении пенсионеров? Может быть, всё-таки в нашей богатейшей стране, в богатейшем городе, вы выделите чуточку больше пенсионерам? Неужели они заслуживают жить на вот эти вот копейки, которые вы им утверждаете, предлагаете? Вам же самим смешно, вы же сами не проживёте на такие деньги в день, два, в лучшем случае? Когда... Замечательно у нас здесь тема дистанционная работает, потрясающе. Когда, наконец, правительство, Единая Россия изменит свою политику, изменит своё отношение, может быть, когда они будут жить на 13 496 рублей? Давайте проведём эксперимент. Давайте организуем, пусть все чиновники правительства и депутаты Единой России проживут на 13 496 рублей. Посмотрим через месяц, через два, как они похудеют. Может быть, после этого у нас будут достойные пенсии, как в Европе. Почему там уважают пенсионеров, там уважают своих граждан, своих людей? Почему у нас такое отношение к россиянам? Задумайтесь, пожалуйста, над этим, чиновники и депутаты. И измените политику, пока не поздно. Потому что такую власть при таком отношении люди, конечно, но однажды, наверное, случится будет. На мой взгляд, поведение Ольги Евгеньевны Врачёвой просто плевок в сторону не только москвичей, но и нас, депутатского корпуса, как их представителей, чтобы не было потом претензий от Семенникова. Как представители москвичей это плевок в нашу сторону. Она сидела и хохотала над тем, что у неё по миллиону в месяц, а люди живут на минимум в 13 тысяч рублей. На месте Евгения Петровича я бы очень серьёзно обратила внимание на это поведение. Не даром Ольга Евгеньевна закрылась маской, сидя одна в кабинете. Видимо, действительно, чтобы люди не знали, о ком идёт речь. От своего имени и от имени политически репрессированного депутата Московской городской думы Шереметьева Олега Михайловича выражаю своё возмущение тем, что чиновник, получающий почти миллион рублей в месяц, нам здесь доказывает, что 13 тысяч рублей для пенсионера это абсолютно нормальная сумма для выживания. Ещё раз показывает о колоссальном имущественном, социальном, моральном расслоении нашего общества, когда есть люди, которые диктуют другим, как им жить, а сами при этом по сути дела за счёт государства обогащаются, обогащаются какими-то просто невероятными масштабами, потому что мы знаем, что есть ведь и госслужащие с доходом и в 162 раза больше, чем Ольги Евгеньевны, и далеко нам ходить не надо, они в Мосгордуме есть, и вот они сейчас примут этот закон о том, что пенсионеры будут получать 13 тысяч рублей в месяц. Позор! Противно просто! Предлагаемая вот эта величина 13 тысяч, она просто смехотворна, и я бы хотел напомнить, что наша сегодняшняя докладчица, Грачева Ольга Евгеньевна является заслуженным работником социальной защиты населения Российской Федерации, и это звание, почетное звание присуждено за заслуги в области социальной защиты населения. Вот такие заслуги она, то есть 13 тысяч пенсионеров, миллион рублей в месяц к себе, из-за этого она стала почетным работником. Я бы предложил Ольге Евгеньевне, если она считает, что на 13 тысяч прожить можно, вот воспользоваться как раз-таки саратовским опытом на примере депутата Николая Бондаренко и в Инстаграм вот месяц пожить на эти деньги, выкладывать, что вы покупаете, как вы питаетесь, как вы питаете, как вы питаете, ЖКХ, где вы вообще живете, на каких машинах передвигаетесь. И тогда мы поверим, да, что на 13 тысяч прожить можно. Следите за нашими новостями, чтобы не пропустить все самое главное и интересное во внутренней политике нашей страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова